Порой у нас бывает такая фигня, что сейчас на домах, кто живет, у нас засирается котел, очень плохая тяга. Учитывая то, что сейчас уже осень, и надо готовиться к топитерному сезону, по идее надо было готовиться еще летом. Дрова есть, но котел нужно почистить, как и сам дымоход. В общем, разобрал сейчас кое-что, патрубок, и покажу, как у меня, допустим, выглядит патрубок после зимы. Я его уже один очистил, но надо будет еще расчистить. Затем мне надо будет чистить вот это, что дымоход, и сейчас самое интересное, весь дымоход полностью. Я думаю, там, наверное, не хреново по-засралось, но у нас есть специнструмент для такого дела. У меня, как обычно, срач. Кому не нравится, идите в жопу. Так, попылила. Короче, на лестницу. Ху, ну тут надо очень аккуратно. Тут надо очень аккуратно. Очень аккуратно тут надо. Для этого у нас есть, короче, такая штука. Специально покупал в магазине. У нас стоило 19 копейкам евро. Ну, будем считать, что 20. Гирька. Я не знаю, килограмм, может быть, два. Затем по диаметру убирал щетку. И какое-то количество веревки. Затем мне надо забраться вон туда и с этой штукой, короче, поработать. Попробую еще штатив поставить. Нажму на полу. Так. Забрался я на крышенцу. Поставил штатив. Сейчас полезу наверх. Надо было очень аккуратно все это делать. Здесь есть вентиляционная труба. Здесь две трубы. Одна, которая на вытяжку. Нужны перчатки. Вообще идеально, если у вас есть ничего прицепиться к этой трубе, чтобы не свалиться. Сейчас, слава богу, все сухо. Поэтому все должно пройти без эксцессов. Но это не очень просто. Бывает, что приходится на трубу саму, кому-нибудь. О! Офигенные куски. Нажмем пока на паузу, потому что там долго, видать, работать придется. Продолжение следует...